Друзья, думаю провести небольшую сходку в Москве 21 августа в среду, просто погулять со всеми желающими, а вечером, возможно, посидеть в антикафе с теми, кто работает и днём прийти не может. Так что все желающие, приходите, погуляем, пообщаемся, все подробности будут в группе, ссылка на группу в описании. Всем привет, друзья, с вами Вадим Драк и Хаус, вроде получилось, стартануть тут сложно, довольно-таки. Птишка в том, что мы играем старый добрый Хеллхант ТД, я как обновил ноут, решил проверить все карты, которые когда-либо лагали. Может быть они не будут лагать, а может быть будут, но Хулевар, по крайней мере, уже не особо лагал, так что возможно и Хеллхант не будет лагать. Вот, но Хеллхант тоже лагал безумно. Так, ну что, прочно, ну да, не, конечно, он лагал где-то, по-моему, с 20-й, что ли, да, волны, или... А, нет, с 15-й, ну с какой-то, короче, лагал, вот. Но фишка в том, что у меня, наконец, нормальные юниты, лордов десы, противники текут, но в принципе от них мы ничего хорошего все равно не ждали. Должен был быть Димасик, мы ради него РМК шнули, а он обиделся и ушел. Представляете, вот, или не обиделся и ушел? Человек обижается на то, что мы ради него РМК шнули. Так, ну что, у меня есть лордов дес, в принципе можно продать мурлоков. Э. О, просто у меня ноль голды осталось, смотри на это. Блин, Дима, а что у меня не продаются мурлоки? Давай, ну. Золотые мурлоки. Золотая мурлок, золотая, а. У меня, у меня тоже не продаются. Золотая мурлоков. Все это, позолоти ручку вилок. Блин. А там можно в рабочем продать. Там помню это два раза сделать. Ну типа ты выглядели от наступок. Я ж, типа, шумя, как ты хочешь. Ну да, 20 раз нажимаю типа. Ты говоришь, точно? Можешь подумаешь? Подумай. Так, а в юнте уже поменяли, к сожалению, хиллеры я так и не получу. Ну, голем плюс мурлоки все-всех всех убивают, все прекрасно. В принципе, сейчас появится еще тролль, минус арморщики, аппаришентов. Я не очень-то уважаю. Есть Таурен со станом, в принципе, хорош. Более-менее. Я не знаю, просто какой-то еще и расслайд. Щитите, бур. Давай, Борис, Борис, как можешь. Серафима качай. А, короче, смотри, Борис, Серафиму отдаешь 200, там, или сколько-то душ, и можно его разместить. И он, херня. А чтобы его разместить, ему же что-то надо отдать, да, на первом левеле, или что? Или просто... Нет, надо скормить сколько-то и кучу места ему выделить. 20 еды он стоит, да. Но Серафим суперсильно. Да, блин, ну, кстати, мне кажется, имеет смысл. Мне кажется, имеет смысл построить Серафима. Не, ну, где он вообще строится? Блин, ребята. Ну, короче, надо через героя, вон, эссенц-трансфер, короче, передать эссенцию и разместить его. Он у вас сверху стоит над кристаллами. Я так понял, этот? Отдался мой хейт, да, или что? Ну, эти, ребятки, пилите вырлоков. Халява. Да, надо эту панду убить. Гадный, плотный, блин, фурборг им отправил. Что-то, да, фурборг этот, ящерица, ну и так тут, как бы, да. Не, ну, ящерица на хрень. Ух, что-то я виспан зачем-то увел. Нет, ну, короче, надо переграть. Не знаю, реально не было милишек, это просто нет. Был локалит, из него там делались перевинанты. Я не знаю, они вроде тоже дали. Я как так, чем танчик. А почему у меня, блин, этот, виспыни на кристаллах? Какого черта? Антистаг. Антистагнули, гады. Все, ребят, давайте. Ну, сейчас, так, кстати, вы получите фулл голду за них же, да? За то, что король убил. Нормас, нормас, живем. А тут больше одного раза хилить нельзя, я так понимаю. В смысле, я бы, вообще, одному человеку нельзя. Да вы получите фулл голду. Эд, слушайте, а качните атаку своему королеву, будет ценного удара убивать. Разочек атаку качать. Я тоже нет. Я тоже нет. Кипец, вы сильные, конечно. Ой, безнадежность. Да. Ну, не знаю, можно, конечно, быстрее рмкашлять, но с другой стороны... Блин, у меня тоже такие юниты, что вообще не хочется терять. Ну, у меня дела нету больше. Ну, песка есть. Блин, ну что, у вас дерево-то не окопится на один еще этот? На один висп. Так, все, уже ваншотает. Эй, ну, когда? Когда повезет, ну, что-то не всегда он ваншотает. Ну, что-то ему везло, везло, а ты посмотрел, отвернись. Сейчас, смотрим, смотрим внимательно. Я бы еще камеру приблизил, если бы знал, как отдалять потом. Дима, а кабаны, вот которые Боар прям, они сильные или нет? Не, хрень. Тогда минус арморщики, тролль, может быть, Турен. Да нет, что-то у меня слишком много планов. Ну, а я Фулбурга отправил, смотрю, у меня 140 дерева, я забыл первую волну отправить. Ну, думаю, хоть пострадайте. А, ну мы сейчас денег с другой стороны получим с короля, просто килограммы, да? Я не знаю, работает, ну, вообще-то, поедим, прописан. Ну, ой, воня. Сейчас мы на собой грейдов наделаем, и мы с вами протяжем, блин. Ну, так всегда и происходит, босса еще себе вызову. Кстати, ребята, можно себе боссов вызывать, если что. Если вы почувствуете, что у вас все слишком изи, босса вызывайте, да? Хорошо, а прямо сейчас вызовем, я думаю. Прямо сейчас нельзя было. Сейчас узнаем, блин. А вот паук, наверное, сильный, если я его построю, я, наверное, буду отбиваться, да? Ну, паук сильный, да. Значит, нужно. А как продать-то? Продайся. Продайся, нет, продайся. Сим-сим, продайся. Какая-то паука. Этот, песок, это можешь сапогнуть, но я не можешь. Пипец. Я сейчас, я сейчас, я сейчас вурлоком продаю, блин, мне не хватает на минсарморщика. Я вот себе поставил паука, можешь радоваться. Класс, блин, но я не могу, потому что не так. Верните продажи, шок. Продайся, пожалуйста. Можно эти картинки рисовать за продажами. Э, блин, уже нельзя, черт. Босса не послал зря. Я не знаю, продажи, но я что-то не понял, как так-то. Не знаю. Так, а удар по земле будет? О, кстати, о. Можно работника вроде как сменить, что-то там какие-то, то ли имбы будут, то ли что-то типа того. Чего? А, ребенком если стать? Ну, если у тебя есть 800 в Луе, и если этот, короче, потерял больше 50% денег на протекших крипах, то можешь стать пацаном. Давай, стану, а то что-то. Это все уже никуда идет. Да, лоу, у меня там капнуло, а все равно всех собрали. Да, лоу, Борис, не можешь быть мужиком, становись пацаном. Чего же делать-то? Так, а что вы, Дима сживали, лол, нормально. Дима, давай тоже пацаном становись. В смысле? В смысле? Офигеть, у них 120 протекло. О, а, кстати, ой, песок сейчас будет богат. А, хотя там 10-20%, песок-то по копеечке, с миру по нитке. Блин. А скоро получаешь песок, сколько получаешь? По копеечке. Не, ну, в принципе, так-то за них 5, по-моему, дается, или сколько, то есть не сильно меньше, конечно. А сколько полна? Ну, мы сильно слушаем, 1,5, как будто. 1,5, ну да. Не, ну хоть что-то, ты скажи спасибо, сейчас он все на короля еще пойдет. А что, все, доиграли, что ли? Похоже. Да еберный театр, ребятки. Да не, он еле-еле выходит. Не знаю, тут еще есть активный спелл в королево. А фокус, хотите, заюзайте. Так заюзайте спелл, лол. Да, да, да. И че? Так он не уезжает. А какого фига он третий раз похилялся? Я, Джон, понял. А у меня вот еще один хилл есть, как бы, еще четвертый раз. Че, 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 песок сломал карту, короче. Ну тут, наверное, четыре игрока, вот, типа, дает лишние хиллы. Здесь три игрока. Как минимум, даже за своего отсутствующего димаксика вы уже потратили хилл. А, тут все за дерево, класс, а у меня ни одного виспа. Ну, один, ладно. Че за дерево? Ну тут за дерево строятся, чуваки. А, да, тебя ждет успех, Борис, да. Круто. Отняли дерево, лол. Че, у меня только что было 60, опа, пропало. Че. Солохом быть пацаном. А представьте, вот, что должно произойти в этой игре, чтобы мы проиграли. Я не знаю, так, смысл, у меня было 60 дерева, щелчок, оно пропало просто. Ну перед волной, чтоб ты не копил там, не имбовал. А то знают тебя, Борис, а тебя там... Я ничего не построил за эту волну. Чуть-чуть игра расслабится и... Так, давайте. Мурлыки. А, кстати, так-то можно и отлететь. Да, блин. Вообще, блин, неожиданно, что... Для меня было неожиданно, что я на прошлое отлетел каким-то образом. Ну хотя, мне кажется, полезных юнитов не одного, у меня только ауры. В смысле, у тебя дракон? Ну, два дракона. Один. Все. Ну, дракон наземный, дракон воздушный. Не, а воздушный его только сейчас появился. А-а. Ну я отнимаюсь, короче. Да, мурлыки какие-то бешеные, хотя, по идее, эта волна их контрит. Че, ребят, все, надеюсь, нормально, все стабильно там? Да, у меня в таблице показывает отрицательное значение какое-то, я не знаю, что это. Это что, все во всем во флазе, все хорошо, Борис. Да, ну что это, что это, что это, что это... Да, ну это... Не знаю, я грейды делаю, у меня все хорошо, я... Чтобы интриги добавить, я вместо того, чтобы строить войска, фигарю грейды. 68? Не знаю, не знаю, если у меня дерево вначале, волны отбирают. Как это у меня вообще запредельная штука? А как... Че, минус, Борис? Песок нас один выигрывает. Ну мне уже вот колды даже не дают, как бы. Да, черт возьми кикнили меня. А почему главное получилось 2, требуется 2? 2.0, а у нас только 2. Мне плевать. Ну в смысле плевать. Борис, самоубийцы просто. Отряд самоубийц какой-то. Так, а что делать-то? А 2-х минус-арморщиков построить. У меня какой-то странный очень отряд. Миллион мурлоков, Таурен. Чувак, вызывающий голема. Зато у меня 9.5, кстати. Песок. Где этот? Эскадрилья драконов летит. Ожидай. Сейчас здесь. По-моему, кавалера не делал уже. Кавалер, наверное. Чувак, у него есть. Сидж мастере. Чувак, у него 140 демиджа по фортифай армору. Хотя у него нормал атака вообще. Ух ты. Прикольно. Ну это же, получается, улучшенный конь паладинский, да? Да-да-да-да-да. То есть у него как бы в пассивке, что он по фортифайу больше замажет. Это круто. Интересно, да. Причем это 140 еще может быть чистых демиджа. Слушай, мурлоки какие-то безумные вообще. Мурлоки безумные, я их построил буквально там на 300 голды где-то. А они тут вообще за всех. Хотя сейчас я, возможно, огребу, потому что всех. Не, ну блин, это волна просто сильная против меня. Получается, горелка не работает, удар по земле не работает, тяжелая броня у Таурена там и так далее. Забавно, я учитываю, что у меня только, ну, против земли дракон, а против хода, как я не улучшил, все равно он бился каким-то образом. А паук же вроде взрыва работает на всех, да? Да, да, я тоже думаю, что паук взорвшел. Че, песок? Вот, вот, наконец-таки, наконец-таки противники не текут. Как вы можете, а? Чтобы нас заслали. Да, я там у драконов, между прочим, 4 штуки отправил. У меня еще и дерево отняли, еще и, я не знаю, что там. Должно было произойти, наверное, голем должен был упасть еще. Шарик отняли, там че там. А шарик не дали, закрыли. 360. О, на паука хватает, лимита нету, ёперстый. А кого продать-то? А кто лимит стоит, как-то нить? Продать, продать. А, точно, тут же не продается. И не, я не продаюсь. А, серьезно, что за прикол? Как бы все версии работало, продажа, а вот это, давайте-ка сломаем. Блин, а че там вон, а что там вон, а что там? Блин, я не могу паука из-за этого построить. Офигеть, не могу построить паука, здрасте. Просто, я миллион тускаров построю с горя. Фиг ли уж там. Масить так масить, подумал я. Про норм. Пускай лучше паука. Демасить. Демасить. Так, у меня 400 дерева. Все, драконы. Что-то боссов я вообще не вызываю. Ну, какая-то версия, кстати, странная. Тут оракул не дает ваф вокруг себя. Чего? Оракул. Что? Оракул, это из доты вообще. Ты перепутал. О, оракул. Ну, вон у меня оракул стоит. Вы не видите, шаман. Который из медицинской мазы. Ну. А, ну это, короче, шаман, который из... Который юнитов вокруг себя, 6 юнитов вокруг себя снижает атаку по ним. Да, но он этого не делает. Птички не появляются, а бабы не появляются. А то лу шамзу? Да. То бабы. Давайте катапульты, работаем, работаем, работаем. О, лучницы появились. Верняк. Все, я выиграл. Халявка. Я, походу, опять чуть протек. Ну, кстати, это стратегические протечки, потому что у меня этот... 9-6. То есть, в принципе... 9-7, это фигня. Меня чуть подфидит, нормально. Ага. Все, все по плану. Да, сейчас инком больше сотки будет. Нормально. Живем. Не, если я, в принципе... В идеале, каждый раз на 1 юнита течь, который будет еще... Этот, заблудиться по дороге. К выходу, к королю такой, типа... Ой, надо перед аудиенцией помыться, побриться там, я не знаю. Что-то еще? Что еще делать перед аудиенцией? Так. Ну что, медведя строим? Просто перед мурлоками такой предводитель. А киборг сильный, ты не знаешь, Дима? Ну, не по-моему, хрень. Мне показался слабым. Потому что я протек все волны с ним. Это вряд ли. А Тускар и этот... Дима Тускар и именно рейнджи сильные, да? Да. Черт, меня догоняют по инкому. А это получается из-за того, что... Ой, точнее, по грейдам. Из-за того, что я протек, так сильно отстаю, получается, я или что? Ну, просто... На 300 в луе. Да, ты тогда их сделал, я не сделал. Ты сейчас же вроде их не делаешь, что уже какое-то время. Да какая разница. Ну, в смысле, я 160 голды подарил на грейд, а отстаю на 180 в луе. Инком, по идее, у меня больше. Че-то... Че-то не работает. Так. О! Стан по одному юниту. Неплохо. Чувак, ты просто делаешь успехи. Блин. По идее, замедление, но у меня это широкий фронт безумный. Тускары, блин. Тускары тут трупы расстреливают, мне кажется, постоянно. То есть юнит уже сдох, а они там все пытаются его зафигарить. Давай, стант! О! Поперло. Ну, походу, опять этот стратегический. Перекрестно справится. Если это здесь вообще работает. Блин, стратегический политический. Дракончик просто на 50 кп. Так, 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 ребята. Не, все, я протек. На 12 уже. Да потому что песок к одной отправил. Я ему сейчас этот... Демона отправлю. Чуть-чуть, в принципе, подкопить. Не, а че, шутки шутками. Если можно было бы отправить демона, мне буквально две волны подкопить и все. На третью я посылаю. А может быть даже и... Просто... На вторую. Че такое? А, ну понятно, значит, это Дима. Угу. У тебя микрофон в упаковке был? Ты решил открыть, что ли, или что? Ну, ага. О, ничего себе, ты решил засмеяться точно как Настя. Неплохо. Так, че, капитан? Прям как в книге. Два капитана. А может быть и не два. И пойми. Ну, в центре, в центре одного улучшенного, по краям два не улучшенных. Мне кажется, звучит как план. Так. Че еще сделать-то? Тролля можно. Сюда. Так. Ну, кстати, сейчас я на 200 отстаю всего. Но при этом ты сделал грейд. А, ну я, да, я же протекаю и тебя подфиживаю. Ну, ладно, хотя бы так. Такс. Ну, кстати, сейчас я, походу, опять огребу, потому что рейнжи... Песок ты тут вообще, нет? Да, да, но я тут потею. За двоих. Рассказывай давай веселые истории какие-нибудь. Как ты учился играть в Hell Hunt TD? Вот прямо сейчас, да? Вот, как бы, захожу я и строю Оракула, а он не работает. И понимаю я, что продавать юнитов нельзя. Ну, а что, подвинуть? Попытался потом построить Серафима, он тоже, как бы, не строится. В смысле не строится? Надо ему 500 пожертвовать, 20 лимита и плей Серафим сделать. А, все, я понял. 20 лимита у меня было, а 500 я не пожертвовал. Я думал, он типа сразу спит. А может, 200? Нет, там 500 написано. Не, минвалуе 500 написано. А, ну вот минвалуе, и как бы у меня 20 еды было. Странно, ну не знаю. Я готов. Не, ну сколько-то надо ему жертвовать, но не полезно. Интересно, с ферванками тут еще это работает, что их не бьют. Не знаю. Ну, мы же играем в вторую версию, так что вполне вероятно, что здесь все работает. Хотя нет, я, пожалуй, не буду, а то они не продадутся потом. Кстати, да, какого фига? А, походу, это баг 29 патча, что ли? Я не понял. Таблички там, где надо, не появляются. Ничего не продается. Так, а что там? Девятая волна. Можно босса отправить. Я сильный. А то что-то вообще ни одного чемпиона как-то так себе. А что, он не отправился, что ли? Лоу. Босс не отправился. Что-то что-то происходит вообще? Ну, как обычно, стан по одному юниту. Все, как я люблю. Ну, а, кстати, появился вампиризм. Мурлоки там будут по единичке отхиливать. Ну, кстати, зевса можно воткнуть. В принципе, неплохо. Кинтоса вон тут минус 2 армура. А босс не появился, походу, лол? Так, а так и было, лол? Да, да. Ну, КД прошел, а кнопка не пропала. Забавно. Ну, походу, 29 патч как-то плохо дружит с Холиваром. Не, ну, в принципе, зато я отбился благодаря этому. Эта защита от Нуба, знаете, сработала. Родительский контроль. Так. Ну что, давайте там. Вампиризм. Вампиризм. В принципе, можно феникса долбануть, что ли. Блин, не хватает фермы, и, походу, из-за этого не хватит на феникса. Или хватит? О, хватит, хватит. Отлично, один феникс будет. Один феникс, это не так-то плохо. Хотя можно тускаров еще настроить, конечно. Ну, что-то тускаров уже не хочется. А, сейчас феникс всех зажарит. То есть, в принципе, у меня есть вампиризм. Правда, не улучшенный, но, в принципе, особо нет смысла улучшать вампиризм. Все, все, супер. А, кстати, к боссу надо стараться не посылать, блин. Ну, я уже чуть отправил, но больше не надо. Ну, в смысле, песок, ты можешь отправлять нам, потому что я уже отправил. Я больше не буду. Возможно. Чего? Ничего. В смысле, что я уже отправил и вспомнил? Нормально. Так, стан по одному юниту, но это босс хотя бы. Вообще, соло таргетов нет. Ну да, вполне возможно. О, у меня от трех боссов фокусят, но я вроде всех трех убил в итоге. Нормально. У тебя вот тускар жесткий, против боссов, конечно. У меня ничего такого не упадало, к сожалению. У меня не два или три раза упадало. Ну, я вот отбился, кстати, даже. А, кстати, минус арморщиков не построил. Я, походу, из-за этого протеку. Я потом еще четырех боссов убил. Ну, ватюш, как-то. Тускар. О, нормальный отбился. Фух. Блин, ну, Дима, твоих я боюсь не приму в дар. Ну. Блин, я минус арморщиков не улучшил, поэтому я протек, скорее всего. Блин, еще впереди самый этот, самый жирный. Это, наверное, неприятно. Ну, вообще, не знаю, мне кажется, они половинку одного должны точно принять, а там уже как-нибудь. Ого. Фига, они гасят. Катапульты донкуют, вон. Ну да, я понял, да, 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 я так и подумал, да. Блин, зашибенно. Что? Ну, в смысле, что они почти убили одного. Ой, хиляй, а, или что, ты хильнешь? Да, не знаю, сейчас. Понятно. Ага. Готовься. Блин, а я хотел грейды поделать. Блин, походу мы слили, что ли? Что там к вопросу вероятности, что мы проиграем? Ну, так мы грейды делали, и все к этому шло. Ха-ха-ха-ха. Ну, смотри. Где ваш третий хилл, пятый хилл? Не знаю, у нас не было третий, четвертый хилл. Видите, да, у нас... Хайстенком игрок 3 без 0. Это соперник Бориса, что ли, я не понял? Типа такой, дернул его. Зато смотрите, у Бориса минус 351. У меня 158 скор. В сумме у нас как... Минус ваш один человек. Между прочим, я больше всего боссов вызвал. Он, правда, не пришел. Но тут там же написано призвать босса. Ну, в смысле, чтобы... Да, ты вызываешь босса. Он такой, ну, типа, нет, сегодня у меня плохое настроение. Нет, в принципе, в начале, да, я сказал, типа, вот что, возможно ли это. И в конце мы показали, что жадность может все, друзья. Главное, что делать? Тратишь деньги на виспов вместо армии. Потом тратишь дерево на посылание юнитов, а не на улучшение короля. В процессе, когда бегут боссы, не грейдишь короля, сейвишь дерево. Делаешь грейд на дерево, да? Да, делаешь грейд... Не, у меня делал грейд на дерево, у меня еще дерево даже оставалось. Но кого это волнует? Вот такая вот получилась фигня. Но зато я увидел, что все очень плавно. Правда, мы не дошли до тех волн, когда обычно лагает. Какая-то безумная получилась игра. Но, тем не менее, все равно надо сказать всем пока. Друзья, на канале еще сотни интересных видео по Варкрафту. Регулярно выходят новые, так что подписывайтесь, чтобы их не пропустить. И, кроме того, рекомендую посмотреть вам другой интересный ролик. Ссылка на него в описании. Субтитры создавал DimaTorzok